МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал АЛЛАУ новости. В студии Елена Шигельская. Коротко о главном. Только 14 домов в регионе ушли из ПКСК и зарегистрировали ОСИ. В управлении ЖКХ говорят, что процедура это несложная, но почему она вызывает столько вопросов, пыталась разобраться Наталья Басмурзина. В дорожную карту бизнеса 2025 в начале осени внесли серьезные изменения. Как говорят эксперты, теперь предприниматели смогут более проще получить субсидирование своих кредитов. Татьяна Калюшина с подробностями. 1400 сайтов и страниц в Казахстане признали экстремистскими и заблокировали. Кустанайское управление по делам религии мониторит интернет-пространство, чтобы уберечь людей от пропаганды деструктивных течений. Кустанайские детсады и школы примернее всего соблюдают карантинные требования. Мониторинговая группа с проверкой побывала на объектах образования областного центра. Жители Кустаная все чаще обращаются в нашу редакцию с просьбой пояснить процедуру создания ОСИ. Объединение собственников имущества должно вскоре заменить собой привычные ПКСК. Однако с чего начать процедуру перехода люди понимают с трудом. Возможно, из-за этого в Кустанай на сегодня зарегистрировано только два ОСИ. Всего же по области таких объединений создано 14. Наши корреспонденты попытались пошагово разобраться в том, как выглядит процедура создания ОСИ и его альтернативы простого товарищества. О том, что ПКСК вскоре прекратят свое привычное существование, слышали многие. Как и о том, что их заменят ОСИ, то есть объединение собственников имущества. Но как совершить переход от одной аббревиатуры к другой, у людей стали возникать вопросы. За разъяснением мы обратились в областное управление ЖКХ. Итак, шаг первый. Жители дома должны выйти из ПКСК. Инициативная группа уведомляет, должны уведомлять представители ПКСК. И после регистрации ОСИ они могут потребовать те документы, и финансовые, технические документы согласно дому, и акты выполненных работ, какие им, что они в течение обслуживания, что они сделали. Все документы они могут потребовать. Должен состоять акт прием-передачи. Шаг второй. После того, как жители уведомили ПКСК о своем выходе из кооператива, им нужно создать кондоминиум. Сделать это нужно до 7 января. Для этого инициативная группа от жителей дома должна обратиться в жилищную инспекцию. Для кустанайцев это отдел жилищных отношений, для рудничан – жилищная инспекция. Для остальных районов и городов – отделы ЖКХ. Кондомини будут проводиться за счет, согласно законодательству, через вот местного района либо города. То есть свои деньги люди не вносят туда? Нет, нет. Раньше мы заставляли жители сами, чтобы зарегистрировались. А здесь уже согласно законодательству, что Акимат будет проводить регистрацию объекта кондоминиума. Платить за создание кондоминиума, подготавливать сметы, по информации представителей управления ЖКХ, не нужно. Заниматься этими вопросами должен отдел жилищных отношений. Там же должны дать подробную консультацию жильцам. Шаг третий. Жители дома должны на общем собрании сделать выбор. Станет их дом объединением собственников имущества, оси или простым товариществом? Большой разницы между этими понятиями нет. Отличие лишь в том, что оси потом нужно будет зарегистрировать в органах юстиции. А простое товарищество не нужно. Но зато в случае с товариществом необходима доверенность на управление домом абсолютно от всех хозяев квартир этого дома. В собственном квартире необходимо провести общее собрание. Выбрать необходимо будет совет домов. Это не менее трех человек. И ревизора, либо ревизионная комиссия. И, конечно же, председателя УСИ. Так как проводить массовые собрания во время пандемии нельзя, жителям предлагают альтернативу. Они могут провести письменный опрос или воспользоваться программами WhatsApp либо Zoom. Образцы оформления письменного опроса, протокола собрания, а также устава, который нужно принять жильцам, можно взять в жилищных отношениях. Затем УСИ нужно зарегистрировать в ЦОНИ. Для этого понадобится подать заявление, представить протокол и устав, а также заплатить госпошлину в один МРП. Те, кто решит создать товарищество, вместо регистрации должны просто уведомить органы жилищных отношений. Алексей Кудрявцев, Хамзан Урпийцев, Аспан Какимжанов, Наталья Басмурзина, РТН. К другим темам. Средний ремонт дорог в Кустанай приближается к своему завершению. В городском отделе ЖКХ сообщили, что работы уже подошли к концу на 90 улицах. А до конца октября асфальт должен появиться и на оставшихся дорогах. Наши корреспонденты пообщались с представителями жилищно-коммунального хозяйства и попытались узнать, почему в некоторых случаях сроки выполнения работ затянулись дольше положенного времени. В этом году дорожные рабочие пришли на 111 улиц Кустаная и жилых массивов Дружба и Кустанай-2. Ко второй половине октября завершить средний ремонт удалось на 90% от всех объектов. Но на части улиц работы продолжают выполнять до сих пор, причем с отставанием по срокам. Причины такой ситуации пояснили в ЖКХ. Небольшое отставание от графиков – это второй Кустанай из-за того, что в данном жилом массиве проводится газификация улиц. Планируем до конца октября завершить все строительно-монтажные работы именно по асфальтированию и продолжить работы по газификации жилого массива. Среди запоздавших проектов оказалась и улица Мауленова, и вновь по причине коммунальных работ, которые там проводились параллельно со средним ремонтом. На сегодняшний день работы от ЖД переезда в сторону Леонида Беды продолжаются. Работы проводились с большим разрывом в связи с тем, что на данном участке проводились работы по устройству водопровода. Такая небольшая накладка произошла. Пришлось улицу делить на два участка и проводить отдельными участками работы. Сотрудник ЖКХ предположил, что работы по Мауленово завершат до конца этой недели, а вот с окончанием октября асфальт должен появиться на всех улицах города, где был запланирован средний ремонт. К завершению приближаются и реконструкции. К примеру, улицы Алтенцарина, которая теперь изменит привычный вид за счет поднятия уровня дороги. Участок от Баймагомбетова до Фролова улицы у нас объект находится на стадии уже завершения. И остался небольшой участок, это сам лог, где проведены работы по реконструкции самого лога, то есть замена водопропускных лотков, труб. И поднятие самого лога от прежнего уровня мы подняли практически на один метр наверх, на высоту. Поднятие уровня дороги в ЖКХ связывали со сложностями для транспорта, которые те испытывают зимой, поднимаясь буквально в гору. Теперь же подъем для автомобилей должен стать проще. Также на некоторых улицах завершить ремонт в этом году все-таки не удастся. Это касается участков по улицам Сьяново и Пушкино. Причиной вновь послужили поздние сроки начала работ. Решено, что работы на этих объектах продолжат в будущем году. Участниками дорожной карты бизнеса теперь могут стать субъекты микро- и малого предпринимательства без отраслевых ограничений. Помимо этого, внесенные в сентябре изменения в госпрограмму позволят упростить взаимоотношения предпринимателей с банками второго уровня и фондом «Дому». Об этом подробнее расскажет Татьяна Калюжная. В сентябре в условиях госпрограммы «Дорожная карта бизнеса-2025» внесли изменения. Теперь ее участниками могут стать субъекты микро- и малого предпринимательства без отраслевых ограничений. По первому направлению, правда, ограничения есть до 20 миллионов тенге инвестиций и до 5 миллионов тенге оборотных средств. Одобрение финансирования полностью идет от банка. Дому лишь автоматически закрепляет факт передачи денег. Раньше они все стояли, ну, скажем так, в общей очереди ожидания. Сейчас, благодаря вот этому изменению, это разные очереди. И большие проекты идут своими программами, скажем так, маленькие проекты идут своей программой. И поэтому за счет этого маленькие проекты, мы предполагаем, что они будут ускоряться в рассмотрении. И не будет такой же линейки ожидания, это обычная жалоба, что вот у меня небольшой проект, а я 2-3 месяца жду, как будто у меня огромные инвестиционные. По этому направлению одобрено уже два проекта. Оба предпринимателя работают в сфере торговли. Один бизнесмен торгует запчастями на сельхозтехнику, второй занимается оптовой розничной продажей сантехнических изделий. А кредиты им были необходимы на пополнение оборотных средств. Ставка по кредиту составила 17,5% годовых, из которых 11,5% годовых будет субсидироваться фондом «Дому». А оставшиеся 6% годовых будут оплачивать сами заемщики. Помимо этого в качестве единственного залога была предоставлена гарантия фонда «Дому». Что касается второго направления, то тут схема остается старой. То есть первоначально банк рассматривает, потом передает проект и решение нам, и мы рассматриваем, и предоставляем субсидии и гарантии в случае положительного решения. И также есть еще в ДКБ раздел – это экономика простых вещей. Вообще, с начала 2020 года филиалом фонда «Дому» по Кустанайской области в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» подписаны договоры субсидирования по 162 новым проектам. Гарантию получили 126 предпринимателей. Из выделенных на этот год 2,3 млрд тенге бюджетных средств на субсидирование освоено 1,8 млрд тенге. К примеру, в Кустанай предприниматели открыли семейный ресторан. Другой бизнесмен купил оборонование для запуска в фитнес-зала. К тому же немало проектов, связанных с пополнением оборотных средств, выданных на покупку сырья и расширение своей деятельности. Хамзан Урпиисов и Татьяна Калюжная, РТН. 1400 сайтов и страниц в соцсетях заблокировали из-за их деструктивного содержания и призывов к религиозному экстремизму. Такой информацией поделился руководитель областного управления по делам религий. Запрет на работу сайтов стал результатом работы местных государственных органов. Также благодаря ним 1200 жителей региона отказались от подписок и посещений запрещенных интернет-ресурсов. Тему продолжат наши корреспонденты. Пропаганда религиозного терроризма и экстремизма перешла в интернет-пространство, пытаясь увлечь за собой пользователей глобальной сети. Госорганы Кустанайской области стараются это предотвратить. В 2020 году ими проанализировано множество страниц жителей региона в социальных сетях, чтобы узнать, посещают и подписаны ли они на сайты и группы с деструктивным содержанием. В результате таких пользователей нашли. 1717 материалов, писем мы направили, уведомления этим людям. Многие ошибочно заходят, интересуются. Но опасность в том, что он ошибочно зашел, может там застрять в этом сайте, найти какой-то материал. Поэтому наша задача сказать, что это имеет деструктивный элемент. По итогам работы госорганов с людьми, 1203 пользователя в нашем регионе отписались от подобных сайтов и групп. А вместе с тем, 1466 сайтов страниц признали экстремистскими и заблокировали. Это стало возможным благодаря анализу, проведенному сотрудниками Столичного комитета по делам религии. Туда местные госорганы отправляют подозрительные, на их взгляд, материалы. С апреля 2019 года таких данных для анализа направили уже 7 тысяч. Общее же количество заблокированных сайтов вывело нашу область на высокое место в республиканском рейтинге. По итогам прошлого года мы по республике заняли второе место после центрального аппарата КНБ Республики Казахстан. Это хорошее достижение, это наш центр изучения религиозных проблем занимается этой работой. В целом обстановку в Кустанайском регионе называют стабильной. Представители традиционных конфессий помогают проводить совместную работу по достижению религиозной грамотности среди населения. Сообщение о совершении двойного убийства распространяется по соцсетям в Кустанайской области. Данный факт прокомментировали в полиции. Слухи оказались преувеличенными. Такое сообщение с 20 октября распространялось по соцсетям в Житикаре, а потом и за ее пределами. За разъяснениями мы обратились в департамент полиции региона. Как пояснили в пресс-службе ведомства, днем 20 октября в дежурную часть Житикаринского гора и отдела поступило сообщение о том, что 53-летней женщине в одной из аптек 58-летний мужчина нанес ножевые ранения. Следственная оперативная группа установила, что местный житель в состоянии алкогольного опьянения пришел в аптеку, где работает его знакомая, и нанялся ей несколько порезов. Женщина была доставлена в больницу, ей назначено амбулаторное лечение. Ее здоровью в настоящее время ничего не угрожает. Подозреваемый задержан. Уголовное дело по факту покушения на убийство расследуется. Проводятся необходимые следственные действия. Еще одно подобное преступление было зарегистрировано в Карасузском районе. Один местный житель выстрелил другого из ружья. Как сообщили в ответ на наш запрос в пресс-службе полицейского департамента на свалке в 3-х километрах от райцентра, 42-летний житель села Восток произвел выстрел из ружья в ногу тысячи 6-летнего жителя села Карасу. Предварительная причина произошедшего – это на почве ранее возникшего конфликта. Согласно медицинского свидетельства, оба мужчины трезвы, ранее несудимы и являются индивидуальным предпринимателем. Получается, и тот, и другой занимаются вывозом бытовых отходов, мусора и так далее. И, видимо, вот эта свалка, она огорожена этим шлагбаумом металлическим. То есть, видимо, въезд один, там что-то вот они с этой свалкой не поделили. По делу, который возбудили по статье «Покушение на убийство», проведены экспертизы. Проводится закрепление доказательств. Сейчас жизни потерпевшего, по данным полиции, ничего не угрожает. Не добыв дичи, охотники застрелили домашнюю корову. Полицейские задержали скотокрадов, опознав внедорожник, на котором они передвигались. В отдел полиции Наурзуцкого района поступило сообщение о том, что в 15 километрах от поселка Дамды обнаружены шкуры и внутренности домашнего животного, а именно коровы, которая принадлежит местному жителю. Сумма ущерба составила 300 тысяч тенге. В ходе расследования обстоятельств местный пастух сообщил, что видел в районе совершения преступления внедорожник серого цвета. Полицейским удалось установить марку и модель автомобиля. Машина у них была марки «Лангкрузер Прада». «Лангкрузер Прада», да. Автомашина была, как только подступила информация, уже более-менее конкретизирована в отношении фигурантов, по месту жительства была автомашина изъята. Также было изъято огнестрельное оружие. Подозреваемым оказались жители села Октябрьское этого же района и его односельчанин. Мужчин задержали, и они дали признательные показания. Как выяснилось, причиной совершения преступления стала неудачная охота. На нее они имели все разрешения и вооружены были легальным арсеналом. Но дичь им в тот день в руки не попалась. И они решили воспользоваться моментом и застрелили одну корову, которая послась без присмотра. Данную корову они разделали, погрузили в автомашину, после чего вывезли и хранили у себя дома. В настоящее время данные лица привлечены к уголовной ответственности. Владельцу коровы удалось возвратить только ее мясо. Более подробно обо всем вышеописанном, а также о других преступлениях и происшествиях мы расскажем вам в будущий понедельник в рамках программы «Дело номер». Также эти материалы в любое время смотрите на канале АЛАУ Ютуб и подписывайтесь на наши аккаунты в Инстаграм. Продолжаем выпуск. Кустанайские детсады и школы проверили на соблюдение ими санитарных норм, положенных в борьбе с COVID-19. Нарушений выявлено не было. Мониторинговой группы, состоящей из санврачей и полицейских, представители учебных заведений показали закупленный запас антисептических средств, масок и перчаток, а также специальные журналы проверок на термометрию. Мои коллеги расскажут подробнее. Школы и детсады Кустаная начали проверять мониторинговые группы, в составе которых санитарные врачи и полицейские. Они проверяют, как в учебных заведениях сегодня соблюдаются санитарные нормы. Залог того, что учебные заведения могут работать во время пандемии коронавируса. Первым местом стал частный детский сад, но попасть внутрь проверяющие не смогли. Он оказался закрыт. Мониторинговая группа отправилась в среднюю школу номер 20. Здесь нарушений не оказалось. При входе обязательный антисептический коврик, пропитанный специальным составом. Для рук на стене бесконтактный санитайзер с антисептиком. Есть на полу и направляющие разметочные стрелки, а на этажах урны для использованных масок и перчаток. Горка тоже в западе есть. Берем заранее. Но все антисептические средства у нас полно. Просто я еще не могу сейчас показать, вытаскивать. В детском саду номер 11 санитарные нормы исполняются также тщательно. Руководство детсада показывает мониторинговой группе все свои запасы. А они весомые. Маски, дезинфицирующие средства, бесконтактные термометры на входе и обязательные коврики для обработки ног. Нет, отсюда отдельно, отдельно заходим. Здесь вот у нас аминстрата на ведро 1 мг, на 10 литров воды 1 мг антисептика. Утром обрабатывается специально. Уже в самих группах представителям мониторинговой группы показали индивидуальные электронные градусники. По словам представителей детсада, на каждом подписано имя ребенка. После использования градусник обрабатывается и убирается до следующего раза. Следующий детсад, который осмотрела мониторинговая группа, тоже нареканий не вызвал. Нарушений нет. В группе сколько детей у вас? Здесь 12 детей. Более 15 детей. Угодная группа, да? В общем, как отметили представители мониторинговой группы, проверка школьных и дошкольных заведений показала, что проверенные учебные заведения достойно соблюдают санитарные нормы. Видно, что здесь ежедневно и по несколько раз в сутки проводятся все необходимые для эпидемиологической безопасности процедуры. Подобные проверки учебных заведений продолжатся и дальше. Диара Хмечин, Татьяна Калюжная, Валерия Зиновьева, РТН. Полмиллиона тенге получили победители республиканского этапа конкурса «Рухани Казына», который проводится для работников культуры. За первые места боролись музеи, библиотеки, дома культуры. В итоге из 50 номинаций 6 достались Кустанайским культурным учреждениям. К примеру, в числе победителей и Кустанайская областная научная библиотека имени Толстого. Татьяна Калюжная расскажет подробнее. Государственный музей районного городского значения Денисовский историко-краеведческий музей управления культурой Акимата Кустанайской области. Кустанайской областной филармонии наградили победителей областного этапа конкурса «Рухани Казына-2020». Он проходит уже третий год подряд и призван отобрать лучших среди музеев, библиотек, домов культуры, сельских клубов, а также работников сферы культуры Кустанайской области. С каждым разом он обретает новый статус, расширяется его круг участников. В этом году на областном этапе были представлены 64 заявки, и лучшие из лучших сегодня присутствуют в этом зале для получения своих заслуженных наград. Как уже было сказано, наши номинанты, которые прошли отпор на областном туре, достойно представили Кустанайскую область уже на республиканском этапе. По итогам областного этапа определили 8 лучших организаций культуры, 8 лучших работников культуры, а также 2 победителя по 2 новым спецноминациям, появившимся в этом году. Кроме того, в этом году 6 победителей было определено в номинации за активную деятельность во время карантина. Но это еще не все. Из 50 номинаций уже республиканского тура конкурса 6 в копилке кустанайских учреждений культуры. К примеру, Кустанайская областная научная библиотека имени Толстого стала первой в номинации лучший онлайн-проект. Толстовка представила жюри свою программу «Медиаграмотность для библиотекарей». На самом деле медиаграмотность касается всех сфер. Мы должны в первую очередь критически воспринимать ту информацию, которую мы получаем из разных каналов, из СМИ, телевидения, интернета и так далее. А мы библиотекари, библиотеки являются посредниками между информацией и читателем, населением, гражданами. Поэтому мы сами в первую очередь должны уметь отбирать достоверную информацию, особенно которая идет через социальные сети. Победители областного этапа конкурса Рухани Казына получили денежные премии по 100 тысяч тенге организации культуры и по 50 тысяч тенге лучшие работники. А вот республиканские победители, среди которых и Толстовка, получили сертификаты на полмиллиона тенге. Алексей Кудрявцев, Трена Калюшная, РТН. Такими были события дня. У меня на этом все. До свидания.